То, как спроектирована система человека, имеет большое значение в духовном процессе. Нам не нужно беспокоиться об этом проекте, потому что этот проект просто фантастический. Вам нужно лишь обеспечить для него правильный материал. Архитектор может придумать фантастический проект здания, однако материал, который вы используете при строительстве, имеет большое значение. Поэтому, когда дело доходит до основ мироздания, вы не участвуете в проектировании. Уже был создан превосходный проект. Вам просто нужно подобрать правильные материалы и позаботиться о том, как вы сможете их использовать. Что касается всего остального в мире, вам нет необходимости изобретать что-то новое. Если вы просто будете подражать природе, это будет феноменально. Люди будут думать, что вы гений, но на самом деле вы всё скопировали у природы. Вот и всё. Больше ничего не требуется. Если у вас достаточно наблюдательности и восприимчивости к тому невероятному замыслу, который присутствует в каждом листе, в каждом цветке, возьмите хотя бы муравья. Попросите людей понаблюдать за муравьём на протяжении 24 часов, не отрывая глаз. Вы увидите, муравей спроектирован просто феноменально. Как эти шесть или восемь лап двигаются, не запутываясь друг в друге. Я уже не говорю о многоножке, это слишком сложно. Просто муравей. Если бы вы могли спроектировать автомобиль, подобный муравью, это было бы невероятно. Не так ли? Субтитры сделал DimaTorzok